Сказав эту молитву, Иисус вышел со Своими учениками и перешел поток Кедрон. В том месте был сад, и Иисус с учениками вошел в него. Иуда, предатель его, знал это место, потому что Иисус часто встречался там с учениками. Иуда, взяв с собой отряд римских воинов, служителей от первосвященников и фарисеев, пришел в сад с факелами и оружием. Иисус, зная все, что с ним будет, вышел вперед и спросил их. Кого вы ищете? Иисуса из Назарета. Иуда, предатель его, стоял с ними, когда Иисус сказал им, Я есть. Они отступили и пали на землю. Иисус повторил вопрос. И все же кто вам нужен? Иисус из Назарета. Я уже ответил, это Я. Если вы пришли за мной, отпустите остальных. Он сказал это, дабы сбылось реченное им. Отче, я не погубил никого из тех, кого ты дал мне. Симон Петр, у которого был меч, ударил им раба первосвященника и отсек ему правое место. Раба того звали Малх. Положи свой меч в ножны. Неужели мне не испить чашу мучений, что мой отец вручил мне? Тогда римские воины, их тысячи начальник и служителей иудеев, взяли Иисуса, связали его и сначала повели его к Анне. Он был тесть Каиафы, на тот год первосвященника. Это был Каиафа, который подал иудеям совет, что лучше одному человеку умереть за весь народ. Симон Петр и другой ученик пошли за Иисусом. Этот ученик был знаком с первосвященником и вошел с Иисусом во двор первосвященника, а Петр остался снаружи, у ворот. Потом другой ученик вышел, поговорил с рабыней у ворот и ввел Петра внутрь. Ты тоже из учеников этого человека? Нет. Я нет. Было холодно. Рабы и служители развели огонь и грелись, стоя вокруг него. Петр подошел и встал рядом, желая согреться. Первосвященник спросил Иисуса о его учениках и о его учении. Иисус отвечал. Я всегда говорил миру явно. Я всегда учил в синагоге и в храме, где собирается народ. Я ничего и никогда тайно не говорил. Стоит ли спрашивать меня? Спроси людей, меня слышавших, что я им говорил. Они знают, что я говорил. Ты первосвященнику так отвечаешь? Если про гневало сказанное, открыто объяви, что тому причиной. Но если мои слова правдивы, почему бьешь меня? Потом Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Петр все еще стоял у огня и грелся. И тут его спросили, не из учеников ли ты этого человека? Нет, я не с ним. Так Петр отрекся. Один из рабов первосвященника, родственник того, которому Петр отсек ухо, сказал. Не ты ли с ним был в саду? Нет. И тотчас запел петух.